Так вот, ребята, едешь по лесу, и просто в глубине леса, не на берегу реки, встречаешь вот такие вот дела. Кожаный ресторанчик, да? Барная стойка, сиденья. На сиденьях даже вот такие вот дела. Интересно. Проезд сюда был загорожен, забросан деревьями. Тихо. Маленький, что такое? Зайка упала, упала собака. Погода, хорошая погода. Всем привет, друзья, вы на канале Контрольная Рыбалка. Меня зовут Юля, синяя челка. Синечоп, я макнула челку в синюю краску, в синюю чернила, все дела. Сегодня мы приехали на один классный водоем, который называется река Свислочь, в одно очень прикольное местечко для того, чтобы проверить, проснулась ли рыбка. Друзья, потихонечку собираемся, разбираемся. Я тут обшикиваюсь, все делишки, заварим корм. Ну и, конечно, половим, почилим, отдохнем. Все будет норм. Невероятно красивое место, обалденное уровень реки, очень высокий по отношению к летнему, наверное, на метр, на полтора выше. На моей поляне мусора практически нету, мне повезло. Чуть-чуть приберемся, попалим кастрик, поставим палатку, ну и, конечно же, половим на фидерок. Рамс, да? Природа потихонечку просыпается, птички поют. Уже, посмотрите, я в простом спортивном костюме и мне совсем не холодно. Как всегда, моя катушка, посмотрите, вся грязная, вся в грязи, кто-то скажет, помой. Ну, помойте, можете оказать мне услугу помыть. У нас сейчас начался весенний запрет, рыбалка с ночевкой запрещена, но никто мне не запретить, запретить ночевать на водоеме. Я выбрала место, где я буду сидеть. Даже есть какой-то рыбацкий корм, значит, уже кто-то проверял. Кто-то использовал, видите, корм такого коричневого цвета с достаточно большим количеством крупной фракции, очень похожим на РС. Для того, чтобы прикрыть катушку, мне приходит эту штучку поднять, потом закрутить сюда. Магия! Конечно, я буду ловить на одну удочку с одним крючком, и, конечно, мой дорогой оператор тоже будет ловить. Поэтому, что я делаю? Я ищу точку для него, и мы... Это был звук рыбы. И мы ловим на два удилища, да. А то потом он начнется в кадре. А что, с 20 марта? Я не понимаю. Какое 20 марта? Кто? Вы рыбаки? Вообще, те, кто пишет, вы вообще рыбаки? Если вы не рыбаки, я вот понять одного не могу. Что вы там все время смотрите на моем канале? Где я что порубила? Где я как половила? Где я как вышла? Как поставила машину? Я законов своей, любимой республики, не нарушаю. Ну, и кому не страшен дождь. Прикормка РС. Ребят, сейчас покажу. Вы обалдите, какая она прикольная. Она такая классная. Я бы сама ее съела. Вот она. Вот название. Это вода из реки. Холодноватая, ребят. Холодноватая, блин. Все против. Сразу пакет для мусора. Столик, на котором буду что-нибудь сложить. Здесь дождь у меня под навесом не попадает. На меня это прекрасно. И отсюда я могу видеть вон фидер. Кстати, собака вон наблюдает за кормушкой. Посмотрите на него. Она с ней разговаривает. Смешная, правда? Вот такой вот пучок опарыша. Даш сегодня сделала патерностер. Он самозасекаемый. Поводок у меня 0,14 колмик. И крючок у меня тоже колмик 10 номера. Вот такая вот наживка на него висит. Все, заброс делаю первый. Проверяем, есть ли рыба вообще там, где я приняла решение ловить. Монтаж делаю из 0,4 лески. Беру вот такой вот маленький карабин. Обожаю патерностер. В вертлюб карабина продеваю леску. Делаю петелечку. Здесь делаю петельку для того, чтобы зафиксировать монтаж к основной леске. Поближе к этой петельке. Дождь сегодня должен закончиться, говорят. И получается, ребят, патерностер вот такой. Монтажик. Этот свиз должен быть ниже кормушки для того, чтобы поводок не цеплялся и не путался потом с вот этой вот всей леской. С тех пор, как Бондюэль стал необоснованно завышать цены. Два рубля кукуруза, а не пять. И все то же самое, можно так сказать. Дегустация. Небольшой горячий перекус. Сделали вот такую вот конструкцию, чтобы меньше попадал дождь боковой. Потому что ветер боковой вот оттуда все идет. И все летит прямо на нас. Это была поклевка, ты видишь? Печка, ребята. Обязательно. А знаете почему? Потому что когда почти целый день дождь, надо, чтобы где-то было сухо и хорошо. Чтобы не заболеть хотя бы. И чтобы было где просушить вещи. Как хорошо, что вот эту вот революбачку сделали, ребят, вы не представляете. Снова заменены крючки на моих ведрах. И на одной у меня стоит пучок огромного червя. И я кинула, между прочим, сюда влево. Потому что течение, тут такая огромная просто обратка. Тут такая огромная яма, что я просто не могла позволить себе не бросить туда. И второе я продолжаю бросать туда, в то место, которое я выкармливаю. И поставила огромный пучок опарыша, белого с красным. Ну? Да, поклевочка. Есть рыбка какая-то. Интересно какая, ребят. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ух ты. Гляньте, кто там к нам приплыл. Гарная густерка какая. Вот такая вот густера, друзья, клюнула. На простого червячка, без прикормки, без ничего. Клюнула прямо из ямы. Наконец-то. Наконец-то. Клюнула у меня не на одного червячка. А у меня стояло вот целых два навозных червячка. Теперь у бафидера у меня стоят на червячка. Если вдруг будет поклевка, я поставила колокольчики. Для того, чтобы бафидера об этом сигнализировали. Погода прекрасная. Ванька уже затоплена. Пора в нее идти. Друзья, очень много клещей. Будьте осторожны. На собаке куча. На операторе на голове. Там не клещ. На реке Свисович нахожусь. Напоминаю вам. И я сейчас иду в баньку. И вам поклевка, ребят. Вот только кто-то зеркалом поставил мне туда, куда надо. Каменичка. Нифига себе у нас булыжник здесь, оказывается, лежит. Камни на самом деле, для того, чтобы лучше сохранялось тепло, банька быстрее прогревалась. И, конечно же, чтобы не пшикать водой и всякими вкусностями, там, этими солями на печь, а пшикать на камни. Это камни, найденные на одном из платников, я насобирала. Смотрите, какого они цвета красивого стали. Как надо. Но на самом деле кучка все время становится меньше и меньше и меньше и меньше, потому что они что делают? Они куда-то растворяются. Водичку обязательно надо пить. Если есть возможность, лучше делать какой-нибудь чаек. Фито-чай. А еще можно просто щепотку соли в воду добавлять. Я не добавляю, я сейчас простую пью, но все равно. И у меня спрашивают, как тебе удается держать себя в такой отличной физической форме, которую ты находишь? Дуквально 5 дней не жру хлеб. Плюс ко всему, немножко убавило размер сладкого, что я ем. Сразу же, сразу же отечность ушла. Вот эта максимальная, которая была, потому что это все отеки, ребят. Волок, это от компании тоже Морж. Офигенная вещица. Да, она тяжелая, ребят. Но, если вы ездите на такие же рыбалки, как я же и я, и, возможно, у вас есть прицеп, лучше возьмите такую штукенцию, и вам будет хоть где полежать и кайфануть, чтобы вас попарили. Да, горячо сейчас будет, конечно, и прям чувствует. Ох, хорошо. Огонёк. Огонёк. Ох, хорошо. А рыжий это? Варенье на сегодня у меня закончилось. Видите, какое у меня прекрасное лицо стало, отдохнувшее. Начинает забиваться мусор на леску, и кажется, что что-то клюёт, а на самом деле не клюёт. О, ребят, смотрите. Поклёвки были, сто процентов. Смотрите, здесь стояла у меня кукуруза и червячок. Видите, как стянуло? Ох, красота. Верни, вверх. Исполчает. Ага, вверх. О, червячок. Ох, красота. Ну, ребят, ни одной тучи, а дождь идёт. Понимаете? О! О, ребят! Есть, ребятки! Есть! Ну, кто там у нас? Так, ребят, здесь червячок. Ещё одна густера, ребят. Значит, она здесь есть, ребят. О, это не густера. Не густера. О! Какая красота! И уже пораненная. Походу, самяу уже проснулись. У нас ещё запрет на сама, но совсем скоро запрет снимут. Только ловить их получится. Когда? Позже. Когда закончится нерестовый запрет. О, на навозного червячка. Пошла! И, конечно же, колокольчик. И, конечно же, колокольчик. Если не ошибаюсь, вот эта термосумка «След» мне служит уже практически целый год. Это термосумка белорусского производителя. Вообще офигенно! Я ввожу в ней всё, что мне надо. Всё, из чего я готовлю кушать. Сейчас буду делать ужин. うわ, всё, задrost nightmare. Угу. Субтитры делал DimaTorzok Наконец-то, ребят, пошёл гореть костёр, а! Такую сырость, конечно, распалить было его достаточно тяжело. Всё сырое, всё сырое, но... Опа! Мы справились. Злая туча, слава богу, обошла нас пока стороной. Надеюсь, что её не развернёт. И вон там, вон дальше даже голубое чистое небо. Значит, последнее, что у меня осталось по овощам, это баклажан. Если вы не знали, то баклажан горчит. Если его просто так поджарить, а не посолить. Поэтому я его сейчас нарезаю. И, конечно же, просаливаю заранее, до того, как начну жарить. Сейчас посолю их с одной стороны. И, конечно же, с другой. Дым прям в глаза пошёл. Я дублю чесночок. Твою мать. Да что такое? Ребята, ну, хоть бы ещё одну поклёвочку какую, а? Хотелось бы, конечно. Очень. И баклажаны, ребят, я хочу трошки посыпать вот так вот чесночком. По чуть-чуть натереть. Вот так. Может, будет так вкуснее, как вы думаете? Клещей столько, что лезут внутрь палатки снаружи с улицы. Пришлось внутри обшикать, обработать вещи бризом, потому что это пипец. Они сошли с ума. Они реально просто полгут по стенам. Вы представляете? Нашествие. Морковка, баклажан, сукини, шампиньоны и последними добавлю томаты. Для такой пикантности. Угу. Морковка, баклажан, сукини, шампиньоны, 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 шампиньоны. Морковка, бутылки... Благодаря нравилось. Благодаря его помощи из нас. Морковка. С싼-выблоки. Благодаря нашли куш que frankly. поклевок конечно сегодня было раз-два и общался на поплавок там на корм стала у клея рыба походу проходящая какая-то такая мимо ну вот пока 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 еще прохладного там погода туда-сюда меняется сегодня целый день периодически шел дождь любимая сковородочка вот он мой прекрасный джунгруз я беру морковку жареную она такая сладкая такая полумягкая полутверда и так хрустит обалденно а что я еще люблю вот гриб давайте возьмем цукини ну цукини трохи мягкие становятся но я добавила томатов поэтому она все так смягчилась но я захотела добавить как будто блинчик сожрала понимаете из кабачка я так люблю шкурку вот эту вот самую вредную христи смотрю палатку чтобы по ней вокруг не ползали клещи две секунды оп паучок паучок пускай ползает в одном не мешает обязательно ребят все свои вещи надо сейчас проверить от клещей а пожалуйста видали уже в шею мне полз падла представьте себе сегодня я раздеваться и залазить как обычно делаю в спальник внутри я не буду почему-то что очень много клещей у них наверно сейчас какой-то очень массовый выход этот весенний пик очень много ребят поэтому вся одежда зажата плюс я обработала с датапрофом то что страшно клещи являются переносчиками различных заболеваний поэтому нужно стараться избегать их укусов собака обработана брове кто тем не менее мы стараемся его осматривать усиленно причем сейчас ночь прошла тяжело потому что все время казалось что что-то ползает знаете но когда столько клещей это очень тяжело проснулись к собаки до без до сих пор подбираются что-то ползают все дела вот только успевай за ним смотреть его обсматривать здесь стояла банка червя она была полностью закрыта и знать что черви свалили поэтому сейчас вот здесь стоит кукуруза а вот здесь вот на кормленной точке стоит опарыш короче там копала собака успела успела увидеть пару пацанов я попробую копнуть может сниму это какой-то форменный беспредел я даже накопать ему хорошо ковсер загорелся сейчас масочка помою башку погода сегодня хорошая дожди сегодня не обещают надо что все палатки просохли чтобы собрать вот покровочка на кукурузу вот пожалуйста кукуруза нет кукуруза вот у вас есть у меня на кормленной точке сейчас посмотрю кто там на кукурузу есть Еще поклевка, ребята, и здесь, на кукурузку. Кто тут у нас? Опа! Кто это у нас здесь? Это у нас Чабик. Я тебя ждала, дружище, я же тебя кормила, ёптель-матрёшка. Ты знаешь, что я тебя вчера целый день кормила? На одну кукурузку с опарышем клюнул, вот такой вот красавец. Опа! Давай-давай-давай-давай, оп, пошел, красавчик. Вообще неплохо. Позавтракала. Знаете, что еще обнаружила, что кто-то украл кукурузу с пакетом вместе. Мою мороженую кукурузу с пакетом. Я не понимаю, кто сюда пришел и стыпсдил моего червя навозного и мою кукурузу? Ну, человек бы украл фидер, что человек бы украл наживку просто и все, и ушел. Кто украл наживку? Непонятно. Непонятно. Ха-ха-ха! 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 Непонятно. Украли, ребята, кукурузу. Видите, кто-то стянул, кто-то тянул пакет в воду, и червь-то, наверное, выполз, а вот кукурузу кто-то хотел украсть у меня. Знаете, что самое интересное, что абсолютно все места на реке свободны, но нужно было сесть именно под меня. Ужасно, ужасно, еще и с ребенком, вот так вот он и научит рыбу ловить. Очень часто рыба стоит в траве, там вот, я туда еще не забрасывала, сейчас сбросила вдоль береговой линии, две кукурузы стоят на крючке, жду. Единственное, что кормушка, конечно, тяжеловатая, но а что поделаешь? У меня есть три братки. Вот так вот. Угу Клянула Вот такая красота На одну кукурузу На очень длинный полоток Вот такая красотка Смотрите, кусаная Я думаю, что сам я уже проснулся Нужна какая-то сетка Хотя сверху кто-то не сделал Потому что захотите Ну как вам? Смотрите Хороша, да? Сейчас я её здесь запущу Хай сидит Пускай вот здесь сидит Всё Пускай она всё Ребята, не успеется И как Будет сидеть здесь Скажи Пускай Счастье Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если вам нравятся такие видео, обязательно подписывайтесь на канал Ставьте лайки, оставляйте комментарии Конечно, следите за обновлениями Всем не хвастанье шеи Пока!